В эфире телеканал ОПС, информационная программа «Панорама Севера». В студии Денис Куклин. Здравствуйте! Архангельск – город четырёх веков. Сегодня на пресс-конференции, посвященной празднованию Дня города, стали известны подробности юбилейной программы. История поморской столицы, рассказанная в театральном шествии, положена в основу концепции праздника. Программу торжеств уже изучила Елена Матвеева. Программа празднования юбилейного дня рождения Архангельска более чем насыщенно длится. Она будет четыре дня. Например, здесь в Театре драмы 27 июня выберут «Мисс Архангельск-2014». А вот на Чумбаровке 29 июня закружится ремесленная карусель. Здесь будет работать традиционный город мастеров. Чем удивит и чем заполнится горожанам и гостям Архангельска его юбилейной, день рождения сегодня рассказали на пресс-конференции в мэрии. Вся следующая неделя в поморской столице праздничная. Первое большое событие в рамках торжеств – крестный ход с мощами родителей Пресвятой Богородицы, святых Иакима и Анны. На следующий день, 27 июня, в Соломболе грянет традиционный бал на соломе – Соломбал. Но, конечно, главные юбилейные события случатся в последнее воскресенье июня. Главный наш слоган – «Помни о прошлом, живи настоящим, думай о будущем». Вот, собственно, это главная линия всех праздничных торжеств, которые у нас будут проходить красной нитью через все три дня – 27, 28, 29 июня. В свой юбилейный день рождения Архангельск превратится в большую книгу, на страницах которой каждый прочтет о четырехвековой истории города над Двиной. Такой образ вдохновлял режиссерскую группу праздника. 29 июня по Троицкому пройдет театральное шествие. Сам проспект будет превращен в огромную реку, волны которой пронесут пять символических кораблей. И эти корабли поплывут по Троицкому и будут приплывать к пяти причалам. И затем все наши корабли перемещаются на центральную площадку, и там будет большое театрализованное представление «Град над Двиной». В «Град над Двиной» уже собираются гости. Так, в рамках совместной федеральной программы «От Белого моря к Черному» и «От Черного моря к Белому», поддержанной Министерством культуры России, в Архангельске выступят два легендарных хора – «Северный русский народный» и «Кубанский казачий». Пройдет и концерт рок-группы Юрия Шевчука «ДДТ». Конечно, ждут и гостей из городов-побратимов. Приезжают официальные делегации поздравить нас с днём рождения из нашего города-побратима Эмдена, из Польши, из Слупска. Приезжает наш город-побратим Аждот-Израиль, приезжает город-побратим Сухум-Абхазия и Швеция-Кируна. Спортивные, народные, молодежные площадки. Праздник, обещают организаторы, будет интересен всем горожанам. От турнира по Лазертагу до ресторанов под открытым небом. Буклеты с программой празднования юбилея города можно будет получить в киосках Роспечати. Кроме того, полная информация о торжествах выложена и на сайте мэрии Архангельска. Елена Матвеева, Ольга Красулина, Алексей Шаршов, Панорама Севера. Сегодня в Архангельской области стартовал месячник безопасности на воде. Дно будущих пляжей сейчас обследуют водолазы. На сегодняшний день к работе готовы три пляжа. Два в Няндамском районе и один в городе Котуас. В Архангельске в настоящее время открытых пляжей нет. По данным региональной пресс-службы МЧС, с начала года на водоемах региона произошло 31 происшествие. Погибли 37 человек, из них пятеро детей. Причины трагедии на воде достаточно традиционные. Купание в непредусмотренных для этого местах. Состояние алкогольного опенения, нарушение рыбаками норм безопасности. Нахождение детей на водоемах без присмотра взрослых. Еще один фактор – погодные условия. Отмечу, что до настоящего времени купаться в реках и озерах по морю опасно. Вода недостаточно прогрелась. Напомним, что закупание в запрещенных местах предусмотрен штраф от 100 до 300 рублей. Но жизнь, конечно, дороже. Теперь другим новостям. Приватизация Архангельского травмфлота завершилась. И вот уже полгода это частное предприятие. О том, какие изменения произошли на производстве с приходом нового собственника в материале Виктора Кузнецова. Вопросов в процессе приватизации бывшего государственного предприятия Архангельский травмфлот задавалось немало. Основное опасение было в том, что новому собственнику будут интересны только рыболовецкие квоты. А суда вместе с коллективом, а также береговая инфраструктура, база ремонта и рыбопереработки пойдут под нож. Меньше чем через полгода видно, что волновались напрасно. Идет поставка рыбной продукции на Архангельский берег, загружен рыбоперерабатывающий завод, база технического обслуживания. В целом, тот вектор, который задан инвесторам, дает уверенность в том, что все условия акционерного соглашения будут исполняться. И на прилавках наших магазинов будут преобладать продукции отечественных производителей. Хозяйство инвестору досталось очень старо. Из 23 судов на сегодня работает только 5. Приобретено одно современное. Серьезные средства пришлось вложить в реконструкцию холодильного оборудования. Выведен из аренды и работает ДОК. База техобслуживания не только не закрылась, а набирает специалистов. Ежедневно перерабатывается до 25 тонн рыбы. Мы рассчитались практически полностью с долгами. На сегодняшний день, кроме долга по Собинбанку, кредитного долга, серьезного долга, у нас нет никаких задолженностей по заработной плате, ничего. Если мы пришли с января по май месяц, такая цифра, хотите верьте, хотите не верьте, но цифра упрямая вещь. На 43% заработная плата в среднем по предприятию увеличена. Вот на сегодняшний день, с 1 июня, введено новое штатное расписание на предприятии. В целом увеличение по сравнению с маем месяцем еще планировано 11%. Выполняются все соглашения, подписанные с правительством области. По кадровой политике сокращение не более 5% трудового коллектива в год. В основном это касается тех, кто уходит на пенсию. Рыбы и продуктов ее переработки на Архангельский рынок поставляется даже больше положенной четверти от вылова. На сегодня годовая квота предприятия выбрана уже на 43%. Виктор Кузнецов, Сергей Минин, Панорама Севера. 19 тысяч беженцев. Такое количество жителей Юго-Восточной Украины, по данным МЧС, сейчас находится на территории нашей страны. Больше половины разместились у своих родственников. А вот остальные находятся в пунктах временного размещения. Для них по всей России организованы пункты сбора средств. Архангельское региональное отделение Красного Креста не осталось в стороне. Уже помощь оказывается ростовским отделением Красного Креста. И те деньги, которые будут получены нашим отделением, поступят на счет нашего отделения Красного Креста, также будут целево переводиться в ростовский Красный Крест, для того, чтобы там на месте оказывать помощь нуждающимся в этих деньгах. Кроме всего прочего, мы собираем деньги еще и для тех людей, которые приехали в Архангельскую область. Это из Славянска, из Донецка, из Горловки. Так что помощь нужна финансовая. И при необходимости, при желании оказать эту помощь, можно перечислить деньги на расчетный счет Красного Креста или принести в кассу организации. Собранные средства будут направлены на приобретение товаров первой необходимости и продуктовых наборов. Если вы готовы оказать помощь, звоните по телефону 21 0065 и 21 01 39. Деньги вы можете принести в отделение Красного Креста по адресу Набережная Северной Двины, 98. Здесь ждут и самих беженцев, которые оказались в нашем регионе и нуждаются в конкретной помощи. Лето с пользой. Чем же заняться на каникулах? Как провести их интересной и с пользой? Каждое лето перед родителями встает этот вопрос. И, к сожалению, далеко не каждый находит для своего ребенка достойное занятие на каникулярное время. Чем же занять ребят летом, спрашивали мы у архангельцев, архангелогородцев. Как провести с ребенком? Ребенку как лето провести, мы не знаем пока еще, но думаем. Двора у нас нету, новостройка, сейчас без дворов, выйти некуда. Вот ходим на реку, на набережную. Я считаю, что детям лучше проводить время с пользой. Это велосипеды, ролики, сноутборды. Очень много сейчас строят в городе в Архангельске детских площадках, там, где есть и баскетбол, можно поиграть, и футбол, и на стадионе. Самое главное, чтобы они не шлялись по улицам, по подвородням и не пили. Во-первых, съездить на море, в спортивный лагерь, помочь родителям по хозяйству, прочитать всю литературу, которую задали в школе, нам не классное чтение. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Уменьшить со следующего созыва количество депутатов областного собрания – 62 до 47 человек. Такая поправка в устав Архангельской области принята в первом чтении на сессии областного собрания. Не поддерживают законопроект представители фракции КПРФ «Родина, справедливая Россия». По словам руководителя фракции «Единая Россия» Виталия Фартыгина, депутатам областного собрания необходимо больше внимания уделять законотворческой работе, а не представительским функциям. В итоге 49 депутатов проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении, сообщает пресс-служба регионального парламента. С 5 июня 2012 года на территории Архангельской области введены дополнительные ограничения времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции в дни выпускных мероприятий. В этом году в столице Поморья датами торжественных мероприятий определены 20, 21, 27 и 28 июня. В Северодвинске выпускные начались еще накануне и продолжатся до 21 июня. В Коряжме аж с 13 по 20 июня. Купить спиртные напитки в эти дни можно будет только с 10 часов до 13 часов дня. 22 июня в Архангельске начинается 20-й фестиваль уличных театров. Международный фестиваль начнется карнавальным шествием и концертом. На фестиваль съедутся театры из Польши, Испании, Украины, Израиля, Португалии и России. Расписание выступлений можно узнать в кассе Архангельского молодежного театра. 20-й международный фестиваль уличных театров завершится 29 июня в Северодвинске. В Мюнхене завершился этап Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе, где успешно выступил Архангел-Огородец Сергей Круглов. Только в финале Сергей Круглова сумел опередить китаец Хаоран Янг. Архангел-Огородец выбил 205,1 балла и завоевал серебро. Показанный Кругловым результат значительно повысил его шансы на попадание в сборную России. Мы продолжаем нашу рубрику «Мой Архангельск». Архангел-Огородка Наталья Вежливцева заряжает позитивной энергией всех вокруг. Ведь это ее работа. Она организатор массовых праздников. Одно из любимых мест Натальи в Архангельске – улица Чумбарова-Учинского, где она часто прогуливается со своей семьей. В Архангельске я живу с 98-го года. Этот город, он мне очень нравится, я его очень люблю, потому что в этом городе я обрела свою любимую семью, детей, нашла любимую работу, ну и, конечно же, замечательных, хороших друзей. Ну и, как бы ни говорили, из этого города мне не хочется никуда уезжать, потому что здесь, именно в этом городе, есть такие хорошие улочки, как наподобие Чумбара-Учинского, где можно пройти со своей семьей, погулять, пообщаться, встретиться с друзьями. Чумбара-Учинского мне очень нравится, потому что здесь есть хорошие исторические здания, которые сохранены. Ну и когда идешь и просто смотришь нашу историю, историю нашего города. Также на этой улице есть, помимо деревянных зданий, еще и очень хорошие красивые памятники, которые раскрывают культуру нашего города. В минувшее воскресенье в храме Святой Троицы на Вонда-Курье прошел праздничное богослужение. Провел его епископ Котлас Киевельский Василий. Ровно сто лет назад в церкви началась роспись стен, а закончилась она только сейчас. Подробности в материале наших коллег из Котласа. До наших дней стены и своды в Свято-Троицком храме донесли лишь малую часть великолепия, созданного в 1914 году. Хотя, если учесть испытания, которым была подвергнута церковь после революции, то и эти, наполовину стертые, но сохранившиеся фрески, можно считать чудом. Они сорвали крест, чтобы сама природа, дождь, ненадься, зима, холод, разрушали его. Николай Александрович Баев – один из активных участников местной православной общины. Ребенком его окрестили в этом храме, а через два месяца церковь закрыли, а священника расстреляли. Когда Божий дом начали восстанавливать, мужчина помогал как мог. Кто деньги нёс, кто ходил сюда, работал, кто-то помогал, кто-то кирпич принёс, кто-то достучку купил, кто-то что-то. Очень народ помогает, очень доброзравил относится к этому храму. Смотрите, кресты вот на эти вот, я по памяти всё делал, заказывал по памяти, рисовал по памяти все кресты, вот эти что. Я же помню всё с детства. Николай Александрович вёл список дарителей, частных лиц, жертвовавших деньги на восстановление Свято-Троицкого храма. В нём 960 человек. А ещё были и есть предприниматели, руководители предприятий Котласа и Котласского района. Некоторым из них Владыка вручил архиерейские грамоты и благодарности после праздничного богослужения. Директору стрела Тюкайле Оксане Владимировне. Аксиос! 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 Больше года назад настоятелем Свято-Троицкого храма Владыка назначил протеерея Николая Корпец, который до этого много лет служил в Котласском Свято-Стефановском храме. После чего восстановление церкви на Вандакуре пошло с новой силой. Был завершён ремонт кровли, настелены новые полы, установлены вторые оконные рамы, печка, добротная дверь, закрывающая проход в неотремонтированные помещения. А ещё здесь стали регулярно проходить службы. Храм великолепен. И отец Николай, вот я считаю, что это не моим даже решением, а милостью Божию Господь его призвал, потому что у него есть хороший опыт, его люди любят. И вот он его сюда призвал, чтобы его молитвами и трудами вот этот храм стал возрождаться. Напоследок владыка пообещал, настенная роспись этой старой церкви обязательно будет восстановлена. Если уж сто лет назад её сумели украсить, то сегодня дело чести вернуть храму исторический вид. 80-летний юбилей празднует пограничное управление ФСБ России в Архангельске. К этой торжественной дате к нам в город приехал центральный пограничный ансамбль ФСБ России. С руководством коллектива встретился мэр Архангельска Виктор Павленко. О важности целей, стоящих перед пограничной службой региона, говорить не приходится. Главная задача ведомства – поддерживать правовой режим в акватории, к которой примыкает Архангельская область. А потому и юбилей пограничной службы для города – особая дата. Моицеполитет поддерживает очень тесные контакты по погрануправлению. Иначе быть и не может. Вовремя и оперативно выделили землю по строительству дома в управлении ФСБ, в котором находится и управление пограничное построили, и ряд других вопросов решаем. Вот сейчас серьезное строительство идет базой морских пограничников. Финальным аккордом торжественных мероприятий, посвященных юбилею управления, станет концерт Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности Российской Федерации. История ведущего музыкального коллектива ФСБ страны насчитывает более 70 лет. Музыканты давали концерты на стадионах и маленьких заставах в США, Германии, Австрии, Тайване и Китае. На концерте в Архангельске прозвучат произведения классической и эстрадной музыки, а также... Будут некоторые сюрпризы, и особенно для архангелогородцев. Ну а в принципе программа концерта будет состоять из великих произведений, которые вошли в золотой фонд как мировой, так и российской культуры. Праздничный концерт Центрального пограничного ансамбля ФСБ России состоится 21 июня в 16 часов в Архангельском городском культурном центре. Екатерина Грицыенко, Ольга Красулина, День города. Впервые 20 июня в 15 часов телеканал ПС ведет прямую трансляцию из Новодвинска. На городской площади города пройдет выпускной звездный билет. За происходящим можно будет следить и по интернету, зайдя на сайт Правда Севера. Накануне Дня города в Архангельске начинаются мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня образования пограничного управления ФСБ России по Архангельской области. 21 июня в 15 часов телеканал ПС в прямом эфире покажет праздничный концерт прославленного Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. 27 июня в 19 часов смотрите онлайн трансляцию городского конкурса красоты «Мисс Архангельск-2014». Кто же представит нашу Архангельскую область на всероссийском конкурсе «Краса России»? Смотрите соревнования за звание самой красивой девушки Архангельской области в прямом эфире. И это еще не все. Весь город на вашем экране. Только на круглосуточном городском телеканале ПС и в сетевизоре портала «Правда Севера». Трехдневные соревнования по велоспорту собрали именитых спортсменов и просто любителей из Архангельска, Северодвинска и Мирного. 12 июня состоялась индивидуальная гонка на 25 километров, 13-го – групповая гонка на 80 километров, а 14 июня прошла гонка «Критериум». О том, кто стал победителем в материале наших коллег из города Мирный. Организаторами открытого первенства города выступили Федерация велосипедного спорта Мирного и Архангельской области совместно с отделом культуры и спорта администрации. Регистрировались участники гонки на Центральной площади, после чего приветствие устроителей соревнований и старт. В шоссейной велоспорте «Критериум» – групповая кольцевая гонка. Проходит она, как правило, по улицам города. В этот раз спортсменам предстояло преодолеть 10 кругов общей протяженностью 23 километра. Через определенный отрезок дистанции устраивался промежуточный финиш, где гонщики получали дополнительные очки. На таких расстояниях важно правильно распределить силы. Возможно, именно это и помогло Владиславу Заборскому из Архангельска завоевать золотую медаль в первенстве. Узнал, что сегодня у меня хорошая форма и хорошие шансы. Надеялся выехать внутри, конечно, но хорошие соперники. Сомневался в себе все равно, но пошел и все получилось. Для одних велосипед – образ жизни, для других – увлечение. А для Александра Палия – это детская мечта. Я с детства еще мечтал о шоссеном велосипеде. Завелось в прошлом году его купить. И Стан Саныч Шубин меня взял с собой сюда, в город Мирный, поучаствовал в соревнованиях. Дебют удался для меня, я так считаю. Очень понравилось. После вчерашней гонки, правда, тяжело сегодня было. Но вот раскатили. Было здорово. На финише велосипедисты не казались уставшими. Они делились впечатлениями и подбадривали тех, кто еще только приближался к заветной черте. Для именитого мирнинского спортсмена Михаила Денисова гонка оказалась непростой. Трехдневная гонка. Вчера 80 километров было. Мы еще не успели отойти. Плюс ко всему, мы в этом году не готовы, в этом году все раньше. В прошлом году у нас накат уже был 15 июля. А сейчас, после зимы, я еще как лыжник. После сезона у меня два месяца отдыха. И сейчас я только начал кататься. У меня на сегодняшний день 300 километров накатано. Церемония награждения победителей прошла на центральной площади. Триумфаторами в своих возрастных категориях стали Владислав Заборский из Архангельска, Александр Шубин из Северодвинска и спортсмен из Мирного Николай Русаков. Все участники получили заслуженные медали, грамоты, подарки, а самое главное – массу положительных эмоций. В заключении выпуска информация о курсе валют на 20 июня. Курс валют на 20 июня. По данным Центробанка, доллар 34 рубля 30 копеек, евро 46 рублей 70 копеек. Выпуск нашей программы завершит прогноз погоды. На сегодня это все новости. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». В студии был Денис Куклин. До встречи. Погода на 20 июня. В Вельске 20 июня пасмурно, дождь плюс 14, ветер южный. В Котласе небольшой дождь, пасмурно, температура воздуха плюс 15. В Мирном 20 июня ожидается плюс 10, пасмурно и дождь. На Водвинске также дождь, плюс 11, ветер южных направлений. В Архангельске облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Ветер западный и юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 5, днем плюс 11, плюс 14 градусов тепла. Атмосферное давление будет расти, тип погоды второй благоприятный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова